Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарная и пневмологическая обстановка в Республике остается напряженной и характеризуется 84 новыми случаями выявленной коронавирусной инфекции на территории в целом Республики. В городе Якутске, в столице нашей Республики, выявлено 54 новых случая. В 5 случаях идет увеличение количества выявленных случаев в Амгинском улусе. Обращаю внимание, оперативный штаб и, соответственно, те, кто жители сегодня Амгинского улуса и те, кто выезжает в Амгинский улус, в том числе и на отдых, о том, что от ваших действий, от того, каким образом вы беспокоитесь о здоровье тех, кто живет у нас в районе, в том числе в Амгинском, зависит в целом и в целом санитарная пневмологическая ситуация. В Алданском улусе 4 случая, в Вилюйском, Мирнинском, Нюрнгринском, Усе-Алданском, Веноботантайском по 3 случая. Особое внимание хочу обратить здесь на Веноботантайский улус. Оно, прежде всего, обращает внимание, потому что количество заболевших, которое у нас появилось в Веноботантай неделю назад, к сожалению, дает новые контакты. В связи с чем, необходимо еще раз усилить работу по соблюдению требований на территории Веноботантайского улуса. По 2 случая, достаточно давно не было случаев в этих улусах, тем не менее, по 2 случая у нас выявлено Синамском, Хангаласском и Чуропчинском улусах. В целом, за неделю в республике выявлено 17 улусов, свободных от ковида своего рода, можно назвать так, где за неделю у них не было 17 улусах, выявлено ни одного нового случая. За сутки лабораториями управления Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения проведено 1288 исследований. Вообще, количество в целом исследований на новую коронавирусную инфекцию составляет 1 182 534 теста. Ни одна из лабораторий в республике не закрыта, а также северные районы продолжают работать методом МХА и ИХА, и, соответственно, выявляются соответствующие случаи. На какие моменты сегодня бы я хотела обратить внимание? Это на сложную ситуацию в горном улусе на настоящий момент. За неделю достаточно большое количество заболевших, тяжелых, поступает из горного улуса. И в связи с чем, еще раз обращаюсь к жителям горного улуса, призываю их прийти на вакцинацию. Это прежде всего и обращаться при возникновении первых недомоганий с признаками ОРВИ, и, соответственно, в центральную районную больницу Бердегистяха или в учреждение здравоохранения на местах. А никакие иные какие-то условия подождать, что это пройдет, или это обычное ОРВИ не имеет смысла. Значит, на это надеяться. Просто-напросто поставьте в известность, исключите ковид. И я думаю, что для всех будет ситуация достаточно проще сегодня решаться и легче. Прежде всего, это здоровье ваших родственников и вас самих. Достаточно сложно сегодня оценивается ситуация с нашей позиции относительно беременных женщин. Сегодня оперативный штаб утром по анализу недели. Очень четко определяет, что у нас есть тенденция к увеличению количества беременных, которые поступают в наш перинатальный центр республиканский. Соответственно, с тяжелыми уже случаями, в связи с чем, я призываю членов семьи беременных женщин, соответственно, их окружение, а также работодатели, у которых работают беременные, принять все меры для того, чтобы была осуществлена вакцинация, для того, чтобы сохранить не только мамочку, но и будущего ребенка. На 28 июня 2021 года в республику поступило 220 717 доз. Как и говорила я на прошлых брифингах, на прошлой неделе, республика переступила порог больше 200 тысяч человек. У нас вакцинировано первой дозой 201 145 человек. В целом, использована вакцина 96% от общего объема вакцины, поступившей в республику Саха-Якутия. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, в пятницу был подписан указ главы республики Саха-Якутия о снятии ограничений с 1 июля с работы ряда организаций, в которых будет произведена полная вакцинация работников, и, соответственно, услуги будут оказываться только вакцинированным посетителям. В связи с чем на настоящий момент учреждения здравоохранения готовы обслужить все выезды, необходимые для того, чтобы провакцинировать работников общепита и, соответственно, Министерство предпринимательства совместно с Министерством инноваций подготовить непосредственно эти учреждения и организации, прежде всего, общепита, к работе по вхождению в организации посредством QR-кода, который выдается после того, как человек прошел вакцинацию. В связи с этим обращаем внимание на то, что снятие ограничений будет касаться как времени работы, так и тех ограничений, которые установлены в части использования различного рода микшерских пультов, музыкальных программ и все, что связано, соответственно, с позициями, которые мы были вынуждены поставить в целях того, чтобы не допускать большого скопления народа в этих учреждениях. Кроме того, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, в Республике продолжает отмечаться рост летальности от новой коронавирусной инфекции. Мы теряем наших жителей, несмотря на все усилия врачей. В связи с этим я еще раз обращаюсь ко всем жителям. У нас единственный способ сохраниться – это только вакцинация. Учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать.